Традиционно на интенсивность паводка влияют не только климатические условия, но и количество выпавшего за зимний период снега. Обильное таяние снега может значительно увеличить объем уровня рек, а излишнее количество воды необходимо сбрасывать через гидротехсооружение. Поэтому в паводковый период, чтобы город не ушел под воду, в управлении ГОИЧС проводится активный мониторинг состояния рек, водоемов и прохождения талых вод по территории нашего города. Проходит он очень просто. С силами и средствами оперативных групп ГОИЧС и Департамента городского хозяйства проводится ежедневный объезд всех гидротехнических сооружений. Предприятия и организации, которые занимаются обслуживанием гидротехнических сооружений, тоже проводят объезды водоемов с визуальным осмотром и визуальным определением уровнем воды. И полученную информацию доводят до дежурного ГОИЧС. И такие проверки делают не менее четырех раз в день. Следить за уровнем воды можно и в режиме реального времени. На центральной плотине установлены три камеры, которые помогают оперативному дежурному ГОИЧС контролировать уровень реки. К примеру, там есть мерная линейка, которая помогает отследить уровень воды. Если вода не превышает отметки 3 метра 20 сантиметров, городу беспокоиться не о чем. Потопление зданий не произойдет. Самый сильный поводок был зарегистрирован в нашем городе в 2001 году. Тогда, в середине апреля, произошел резкий подъем температуры и сутки шел сильный дождь. В результате чего произошел прорыв плотины на втором и третьем Филиппевских озерах. Уровень Сатиса поднялся до 4 метров. Были потоплены и ряд городских объектов, среди которых 18 жилых домов и даже сама территория ГОИЧС. В настоящий момент специалисты уже проверили гидротехнические сооружения города. И все они готовы к пропуску паводковых вод. А 2 апреля было принято решение о снижении уровня воды в Сатисе. Мария Ирунч, Владимир Есеников, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24.